Морковку для малышей и улиточек я сначала провариваю первый месяц, потому что она очень твердая, жесткая, проваренную они с удовольствием кушают. Ее нужно натереть на терочке и выкладываю на тарелочку. Выкладывать нужно очень-очень тонким слоем, чтобы наши улиточки там не задохнулись. Они могут зарыться, кушая, и потом просто не вылезть оттуда. Обязательно сверху присыпаем источником кальция. Для того, чтобы улиточки красивые выросли, твердым и красивым панцирем нужно им давать кальций. Это яичная скорлупа молотая или кормовой мел. Также в рацион моих малышей входит тыква. Тыкву я тоже провариваю до мягкости, а потом вилочкой разминаю до такого состояния пюре. Выкладываем на тарелочку для улиток. Тоже раскладываем вот так вот тонким слоем. И посыпаем скорлупой. Два блюда для малышей готовы. Красотульки мои маленькие, видите, как кушают? Листья в салатах. Огурчик посыпанный скорлупой. Яблочко. Видно, как улиточки напали на огурчик. Это самое любимое их лакомство. Салатик тоже любимое их лакомство. Завтрашнее утро ничего здесь не будет. Будут одни шкурки от огурца и корешок от салатика. Также я им еще даю лисе одуванчика и подорожника. Также хочу посоветовать наших маленьких питомцев кормить обычным детским питанием. Это капуста брокколи. Вот так она выглядит. Я кладу на листик капельку. И здесь капельку. И потихонечку вот они ее съедают. Если позволяет средство, можно кормить наших питомцев, маленьких питомцев вот такими. Вот и все, чем нужно кормить маленьких киточек. Всем пока, до новых встреч!